Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я у себя дома, веду стройку. И у меня вот здесь вот закопаны были еще дедом давным-давно вот такие стержни. Вот, я их выкапываю, пока думаю, как их применять. Ну и есть у меня металлоискатель, я решил заодно проверять, собственно, землю, которую копаю. Вот, это не черная археология, это просто проверка, чтобы вы понимали. И уже, смотрите, что нашел. Нашел копеечку 89-го года. Нашел ее вот здесь, и там все еще звенит. Может, клад, не знаю. Так, вот, смотрите. Сейчас мы его отстроим. Есть. И теперь тут, слышите, ничего. А здесь? Ага. Дальше сколько сигналов? А копеечка? Вот так пищит копеечка. 55-54. А здесь? Вообще 83-82. Может, золото? Короче. Давайте копать. Так, я, кстати говоря, не просто так решил здесь покопать. Здесь, перед домом, когда-то стоял бак. Ну, знаете, для полива воды. Вот. И в том числе он использовался там руки мыть туда-сюда. Там дошел с огорода, руки помыл. И вроде как отец рассказывал, что после свадьбы мама здесь мыла руки. И у нее соскочило золотое кольцо. Поэтому, чем черт не шутит, представляете, найдем золотое кольцо. Технология такая. Сейчас накапываю сюда землю, чтобы в яме не ковыряться. А потом будем уже проверять наверху. Что-то есть. О, смотрите. Кусочек керамики. И вот еще один. Так, чтобы вы понимали, что за место. Смотрите. Здесь копаю. Мой дом. А вот церковь стоит прямо через дорогу. То есть, грубо говоря, здесь, ну, самый центр села. Если здесь не лежит царское золото, или золото моей мамы, то оно в нашем селе нигде не лежит. Прямо перед церковью ковыряюсь. Так. Судя по всему, не вытащил. Тут ощущение, что вся яма звенит. Вот там много всего. Будем вытаскивать. Так. Проверяем, вытащил или нет. Эта штука все еще в яме. Такое ощущение, что там полная яма. Цвет мета, какого-то ржавого металла. Ну, сейчас вытащим. Короче, я решил вытащить вот эту вот штуку. Это такой же графитовый стержень. И потом уже под ним копать. Потому что пока невозможно. Тем более, я все равно его хотел вытащить. Так что вытаскиваем стержень. Так, добыл я графитовых стержней, которые были у меня. Ну, не знаю, это типа бордюр, что ли, дед делал. Хотя я хочу здесь просто делать газон. Вот. А эти штуки пущу куда-нибудь на фундамент. Как столбы закопаю. Вообще вечные будут. Так. Продолжаем раскопки. Что-то куда-то делось все. Куда-то все делось, народ. Был же сигнал. Может, он на стержень реагировал? Смотрите, он реагировал на стержень. И на этот. А этот. Та же самая история. Он реагирует на графит. Прикол. Короче, неизвестно, откуда дед взял эти графитовые стержни. И кто бы знал, что они фонят. Но в любом случае, монетку я нашел. У нас еще, смотрите, сколько земли. Еще полная тачка. Надо все проверить. Поэтому что-нибудь найдем. Ничего. Но монетка-то была. Там что-то есть. Внизу что-то есть, чем копать. Прямо на поверхности лежит какая-то тарелка. Признаки хозяйственной деятельности. Где золото? Так. Какая-то проволочка. Так, друзья. Ну, я тут уже прозвонил буквально все. Все перекопал. Кроме копейки ничего не нашел. Нашел копейку. Перерыл весь двор. Так, теперь вопрос такой. Что это за графитовые стержни, друзья? Почему они фонят? И вдруг они радиоактивные? Просто я что-то начал гуглить. Графитовые стержни только что. Там написано, что они на этих... Как, на атомных станциях охлаждают реактор. Вот. Может, это они? Может, они радиоактивные? В общем, я не знаю, друзья. Я думал их в фундамент засунуть. А тут что-то подумал. Может, их выкинуть вообще? Короче. Нужен ваш совет, друзья. Напишите в комментариях, что за стержни. И что с ними делать. Это был Миклух Макфлай. Такое вот видео у меня получилось сегодня. Не знаю, что это. Поиск клада или стройка. Кому что ближе. Подписывайтесь. Пишите комментарии обязательно. Ну и пока-пока. Продолжение следует...